Всем привет! С вами еженедельный отчет фонда Город без наркотиков о проделанной работе. На этой неделе крокодилы, говнокуры, преступники в аптеках, но во всем по порядку. Понедельник совместно с Кировским отделением уголовного розыска приделали с курительным дерьмом. Он всего три месяца назад освободился. Уже отсидел четыре года за наркоторговлю. Сразу же сдал своего поставщика. Вот у этого хрена, да? Вот у которого сейчас будем покупать, да? И тут начался раскручиваться клубок. Очень символичное сравнение, потому что каждый следующий барыга был младше предыдущего. Вот. Оказался уже на четыре года младше. Еще только 20 лет, но уже успел отсидеть за наркоторговлю. И ничем кроме продажи говна, видимо, заниматься не умеет. Кстати, приделали его 31 января, а 2 февраля этому балбесу исполнится 21 год. Подарок ему на день рождения от фонда. Статья 228, часть 2. Максимка очень не хотел пропускать свой праздник. И с надеждой, что его отпустят, сдал еще одного барыгу с весьма подходящей фамилией. Малолетка, еще школу не закончил, а уже начал прокуривать мозги и банчить наркотой. Очень хочется, чтобы этот залет его чему-то научил. В среду зашли в крокодиловый притон в Верхней Пышме на улице Казицына, 13, квартира 22. Куча судимых наркоманов. Один крокодильчик так и не захотел показывать свою морду. Что-то в последнее время прибавляется стеснительных рептилий. В этот же день зашли в еще один Верхний Пышминский притон на улице Осипенко, 22А, квартира 1. Одна рептилия как ни напрягалась, так и не смогла самостоятельно ответить на простой вопрос. Маткотический стакан, как думаешь, управляешь? Год, наверное. Год? С какого времени? Ферз, ты что голову бинтуешь? Сколько лет в коле сегодня? Годчики. Гуляем. Так у человека уже... Ты пойми, потом... Чего ты пешки выпилил? Ты ответить можешь мне? Я не считал, что я... Ну, примерно, приблизительно. Не помню, он забыл. 90, в каком году первый раз ты укололся? 91. Ну, так и правильно. Дизомерфин напрочь вышибает мозги. В среду зашли в еще один притон Верхний Пышме, на улице Машиностроителей 2, квартира 105. Хозяйка... Черепанова Ольга Викторова. Она же варщица. Она же мать еще одного крокодила. Нереальный семейный притон. Мамаша и сын. Даже миф древней Греции о царе Едипи и то кажется нелепой случайностью по сравнению с этим логовом, где мать и сын помогают друг другу превращать себя в животное. И вместе колются дизомерфином, что неминуемо ведет к смерти. Дизомерфин появился в прошлом веке. Ученые искали заменитель морфина и нашли. Правда, зависимость находка вызывала еще быстрее, а действовала меньше по времени. Понятно, что они отказались от этой находки, но на его основе начали делать лекарства. И кто-то, никто не знает кто, но может быть у вас есть предположение? Так вот, этот кто-то научил русских нарколык варить наркотик из кодеиносодержащих таблеток. Причем вываривают они ужасную отраву. Куча тяжелых металлов. Эта гадость комплекс набьет по всему организму. Некоторые уже через пару месяцев начинают гнить. Кто-то держится чуть дольше. Кому интересно, прочитайте в интернете, что из себя представляет та муть, которой жители крокодиловых притонов себя подчуют. Все знают последствия употребления крокодила. Знают, из чего его делают. Но производители кодеиносодержащих никак не могут остановиться. Они знают, что от их препаратов русская молодежь сгнивает заживо. Знают, что есть альтернативные, более действенные лекарственные препараты. Без содержания кодеино и катастрофических последствий. Но это знание ни к чему не ведет. Все замыкается на министре здравоохранения Голиковой. Я просто представил, что у нее заговорила совесть. Понятно, что у нее нет никакой совести. Но допустим, что она зашла на огонек. А это ты напугала? Опять пришла ныть? Татьяна, может все-таки пора прекратить производить препараты на основе кодеина? Ты вообще представляешь, сколько там крутится денег? Или ты думаешь, это как два пальца обоссать? Но ведь от этих препаратов вымирает русская молодежь. Дурашка, ну что за глупости ты говоришь? Придумаешь тоже. Они умирают от спида и всяких других болезней. Но ведь они заражаются этими болезнями из-за употребления крокодила, который варят из таблеток, купленных в аптеке. Так, заканчивай придумывать. Ну, успокойся. Ладно, пока у нас этого, как его, народа. Еще много. Давай мы примем закон, ограничивающий продажу. Пусть придают его по рецептам. Переложим нашу ответственность за убийство русского народа на аптекарей. А если еще миллион умрет, то приходи. Будем думать. Все же просто. Нет кодыиносодержащих препаратов. Нет сгнивающих заживо молодых людей. Да, многие говорят, что наркоманы все равно придумают что-то новое. Вероятно, что так и есть. И тогда? А тогда придется принять еще один закон. Запретить еще что-то. А для чего нам нужны министры, депутаты, правительство? Правительство, если не для принятия законов, защищающих жизнь жителей страны. Ведь сейчас появились те, для кого крокодил становится первым наркотиком, а соответственно и последним. И не нужно все валить на тех, кто колется. Порой они сами не понимают, что делают. Ведь бывают такие ситуации. Проблемы с родителями, на учебе или работе, на личном плане. И те предлагают расслабиться. Ведь тот, кто предлагает попробовать, не станет говорить, что через год ты сдохнешь от этого зелья. Что оно вызывает мгновенное привыкание. Это предлагается как к решению проблемы. Тем более сам наркотик продается в аптеке. А ведь у всех в голове с детства образ, что в аптеках продается то, что борется с болезнями. Теперь там продается самая ужасная смерть. И непонятно, что причина этой аномалии. Глупость, алчность или целенаправленное уничтожение русской нации. Ну и опять рейс по аптекам. Которым государство сделало подарок. И где теперь фармацевты берут на себя ответственность за продажу кодаина содержащих. Знаете то, что лицензию у вас могут отобрать? Не знаю. Ну а почему тогда делать? Ради наживы? Ради личной? Нет. То есть вас заставляют, ваш хозяин, правильно? Нет, не заставляют. А, ну а как, если ради не личной? То есть вам говорит тут это, продавайте пачками, коробками, бронхолитин, тропикамид, упаковками. Вам кто-то говорит это делать? Или вы сами ради процентов своих? Можно, я не буду отвечать на эти вопросы. Почему? Из 14 проверенных аптек, 4 нам продали отраву. В 3 аптеках фармацевты хоть понимают, ну или делают вид, что понимают, что сделали. Но победы 70 попалась вот такая наркоторг... Ой, вернее фармацевт. Хотя может и уместная оговорка. Скажите, пожалуйста, на каком основании вы нарушаете федеральный закон Недрава Российской Федерации по отпуску кадеина, содержащих препаратов? Какого кадеина? Вот этого. Какого кадеина? Вот этого всего кадеина. Тропикамида всего. Ну что? На каком основании? Что на каком основании? Ну почему, вы знаете, что нельзя этого делать? Ну что? А почему продаете? А попросили, продала. Так вы не имеете права. Что? Вы же фармацевт. Что? Ну как что? Вы знаете же, вы убиваете ее, вот эту наркоманку, которая покупала. Уважаемые работники аптек, вы же знаете, что фонд «Город без наркотиков» борется с наркоторговцами. Не уподобляйтесь им. Давайте жить дружно. В четверг совместно с линейным отделом внутренних дел приделали молодого барыгу курительным дерьмом. Надянушев Денис Олегович. Работал администратором в компьютерном клубе «Парк Вэй» и прямо с работы торговал говном. Наторговался и наработался. В этот же день совместно с линейным отделом внутренних дел приделали еще одного продавца курительного говна. Пушков Александр Сергеевич. Мозги уже прокурил. Наркотики употребляешь? Нет. Нет? Как нет? Нет. Торгуешь что ли? Нет. А что делать? Что не делать? А прикидом ставлю, чтобы был задержан. Передача. Ну и что, пошел, приобрел, купил у барыги наркотиков и хотел передать, и тебя задержали. Так? Хотели бы еще покурить, по идее. Ну покурить хотели, и получилось, что тебя задержали, да? Все, ну брал для вас покурить? Для себя, для нас. А что, говоришь, не куришь? Ну, наркотики. А что это? Не колюсь. От этого дерьма человек превращается в растение, которое просто жрет все подряд и существует, само не понимая, с какой целью. А он думает, что это безвредно. Тюрьму его, может хоть она не покажется ему полезной, и он задумается. Пятницу притом в городе Верхняя Пышма, на улице Юбилейная 2, квартира 34. Нашелся тут уставший крокодил. Наркотический состав как давно употребляешь? Месяц назад попробовал. Что попробовал? Крокодил. И что, как? Нормально? Так. Кайфуешь? Ну как кайфую, так. Ну как? Расслабляюсь. Расслабляйся? Устал бедняга, только непонятно от чего. И что он, интересно, расслабляет? Печень, почки или мозг, чтоб не беспокоило редкими, но утомительными мыслями. Также разорили притом на улице Надеждинская, 19, квартира 2. Куча молодых людей варят говно, от которого люди мгновенно превращаются в рептилий, а после в течение года сгнивают заживо. Предупредили скромницу хозяйку и на следующий день снова ее проведали. А ничего не поменялось. Все те же рептилии, все с теми же целями, пришли убивать себя дезаморфином. А эта молодая крокодилица весьма ошибочно воспитывает человеческого ребенка, не прекратит колоться, лишится родительских прав. И вот смотрите, какая еще довольно милая девушка. У нее, как и у многих, на любом притоне пути всего два. Бросить и стать человеком, завести семью, родить ребенка. Второй путь просто сдохнуть в течение года. А выбор личное дело каждого. Вот так прошла очередная неделя. Некоторые операции по наркоторговцам еще в процессе, поэтому пока мы о них не рассказываем. Обязательно сообщим позже. Будем и дальше работать. Всем привет. Берегите свою жизнь и здоровье. Также напоминаем о нашем пейджере 002 Абонент без наркотиков. Телефон 8 953 400 953. Сообщайте о фактах и местах наркоторговли.